Всех приветствую! Обзор по прицельным приспособлениям для оружия ограниченного поражения и для спортивных пистолетов. Итак, хочу продемонстрировать прицельные приспособления. Это мушки целик от компании Тругло с третевой начинкой плюс дополнительные световоды. Вот эта модель появилась у них давно, наверное лет пять назад я первую такую купил. Примечательно тем, что совмещает в себе функция третия, которая светится ночью и при цельном приспособлении видно в любой темноте, даже в полной темноте, где не будет светиться никакие фосфорные там и прочее напыления. Плюс днем за счет трубочки световода, которая интегрирована в мушку и в целик. Вот эти точки, которые ночью подсвечивает третий, они будут менять свою яркую зависимость от внешнего освещения. То есть, чем ярче освещение на улице, тем ярче будет светиться вот эти три точки. Дополнительно центральная точка мушки, она выделена таким ярко-оранжевым цветом, что очень хорошо бросается в глаза днем. Вот, и она, получается, у нас глаз ее выделяет на фоне двух более блеклых точек. Та же компания 3G-CON, они давно выпускают мушки-целики с третьей его подсветкой. Они только в прошлом году добавили вот такие световоды на свои изделия. Вот. И то, вот эту оранжевую вставочку, ее у них надо покупать отдельно вместе с ключиком и ее менять. Они там есть разного цвета. Вот эта модель, трублот FX, она совмещает в себе сразу и оранжевую вставочку, и световоды, и третий. То есть, будет видно и ночью, и днем, и в яркую погоду. И в пасмурную погоду световоды не будут вас ослепить. То есть, будет яркость оптимальная. Первое такое прицельное приспособление я поставил лет пять назад на ООП Штайр МА-1 калибр 10х28. Вот, вместо штатных прицельных. То есть, видим, как оно стоит. Ничего не потерялось, не облезло, не сбилось, не перестало светиться. То есть, за пять лет никаких проблем с этими прицельными не было. Вот, вот, для примера, такой же Штайр с обычными прицельными. Вот, кто имел дело с этим пистолетом, знает, что прицельные здесь довольно такие странные, своеобразные в виде пирамидок. Соответственно, на спортивном пистолете Штайр пирамидку надо опускать за подлецо этих выступов, а на травматическом пирамидку надо выстраивать именно в пирамидку, чтобы нормально попадать в мишень, потому что в травматической версии пистолета она низит за счет слабого заряда пороха и низкой скорости боеприпаса. Вот эти прицельные гораздо удобнее, чем родные пирамидки. Плюс, в любое время, дня и ночи, их видно, видно хорошо, глаз на них хорошо фокусируется и очень удобно точно стрелять. Вот, соответственно, далее был приобретен у нас вот такой вот изделие Тень 37 под названием. Вот, это а-ля турецкий ГЛОК с запчастями многими, которые подходят от ГЛОКа. То есть, там, пружина возвратная, можно ГЛОК поставить, там, БАЁК, ну, много чего подходит. В том числе и должны подойти прицельные ГЛОКа. То есть, вот этот комплект Тругло, он изначально был сделан для ГЛОК. ГЛОК-19, ГЛОК-17. Здесь крепление на винтике и здесь, соответственно, крепится у нас ласточкин хвост, целик. Вот, и дополнительно фиксируется потайным болтиком под шестигранник. Вот, родные прицельные, кстати, здесь тоже, в отличие от ГЛОКа, фиксируются на шестигранный потай-болтик. Пока еще не устанавливал, они только приехали, но в ближайшее время. Сейчас найду инструмент, установлю, проверю. Я думаю, что все подойдет. Вот. Данные прицельные подойдут на все ГЛОК-образные, на все пистолеты, у которых посадочное место сделано под ГЛОКовскую ласту. Это, например, наш пистолет Лебедева, ПЛ и ПЛК, пистолет Лебедева компактный, и в том числе и их травматические версии ПЛКТ. Все подойдет. В том числе подойдет на травматические версии ГЛОКов, это ГЛОК-Т, и на все спортивные пистолеты ГЛОК. Вот. Производятся данные прицельные в Америке. Какое-то количество приехало, есть в наличии, если актуально, то пишите в личку. Я думаю, пару комплектов найдем свободных. На данный момент считаю это лучшими прицельными приспособлениями для пистолета с комбинированной функцией. Это световод плюс третий. Кто со мной не согласен, пишите в личку. Может быть, кто-то подобрал модель лучше, тоже пишите в личку или в комментарии. Сравним, попробуем, привезем, протестируем, выберем, что лучше, что хуже. Ну вот, на мой взгляд, изделие очень хорошее, рекомендую обратить внимание. Все. Всем спасибо за внимание.